Первое объяснение это то, что китайский центральный банк очень озабочен о пузыре в ценах недвижимости. И они хотели поднять, заставить, они дали команду большим китайским банкам просто не давать взаём меньшим китайским банкам и другим финансовым компаниям, чтобы как бы их испугать, чтобы они, так сказать, уменьшили свой леверидж. Вторая версия это то, что сейчас отток денег, который из-за границы, потому что очень многие сейчас забирают деньги из так называемых emerging markets, развивающихся рынков. И эти деньги раньше приходили через Гонконг и Сингапур. И эти деньги отошли, и у самих, даже у больших банков просто, так сказать, не хватает деньги, чтобы друг другу одалживать. Ситуация, я не думаю, что настолько пока серьёзная, потому что большие банки, у них есть депазиты. Им на самом деле друг друга особо одалживать не нужно. Для маленьких банков это большие проблемы, потому что маленькие банки в основном все свои деньги, у них многих депазитов вообще нет, то есть финансовые компании, которые даже не банки, но тем не менее они у банков одалживают. У них все деньги вложены в основном в недвижимость и в другие проекты, в которых деньги невозможно забрать. И они собирают деньги у инвесторов и обещают им дать хорошие ставки за 6 месяцев или за 12 месяцев. А эти проекты, так сказать, обычно берут несколько лет, чтобы завершить. И каждый с чем счастливится, мы должны эти деньги инвесторам выдавать. И если эти ставки вот так наверх пойдут, и они не смогут одолжить деньги, то у них будет проблема с инвесторами расплатиться, и маленькие банки могут улопнуть.